Здравствуйте! Прямо сейчас эфир нашего телеканала продолжит брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Узнаем последнюю информацию по ситуации с COVID-19 в регионе. Добрый день! Расскажите о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе на сегодняшний день. Доброе утро, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. В соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия на территории продолжается действие режим повышенной готовности, связанный с распространением коронавирусной инфекции. Если оценивать непосредственно ситуацию сегодняшнего дня, то за сутки выявлено 68 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутск 35 случаев. Остальные случаи приходятся на районы нашей Республики. Большее количество случаев на настоящий момент выявлено в Мирненском районе 10 случаев, 6 случаев в Амгинском Улусе, в Мегино-Кангаласском 5, в Верхневилюйском 4, в Намском 3, в Валданском 2, в Горном-Татинском-Кангаласских Улусах по одному случаю. Необходимо обратить внимание, что Роспотребнадзор и учреждения здравоохранения работают по выявлению круга контактных лиц и по их изоляции, как путем самоизоляции, так и, соответственно, путем размещения на амбулаторное лечение. Необходимо обратить внимание, и сегодня я бы хотела акцентировать внимание, что круг контактных лиц выявляется органами Роспотребнадзора Республики Саха и Кутя на основании заявления самого заболевшего. В связи с этим необходимо очень четко понимать, что вы являетесь контактным лицом только тогда, когда вас указал сам заболевший. И, соответственно, именно с ними работают органы Роспотребнадзора и учреждения здравоохранения. К сожалению, за прошедшие сутки у нас подтвержден один летальный случай от новой коронавирусной инфекции. За сутки лабораториями также проводятся у нас анализы. Количество анализов в рабочие дни, оно больше, оно сегодня у нас составляет 4000 исследований на коронавирус. В настоящий момент все лаборатории работают в достаточно напряженном режиме и вновь перешли на круглосуточный режим. С чем это связано? Это связано, прежде всего, с тем, что мы, как и прогнозирование этого происходило, мы перешли на порог непосредственно повышенной, так сказать, готовности относительно ОРВИ и гриппа. И поэтому на настоящий момент в рамках подготовительной работы к сезону подъема именно заболеваний по ОРВИ и по гриппу продумана маршрутизация, предусматривающая разделение потоков. На 13 сентября дополнительно открыт еще один инфекционный стационар на 60 коек. И, соответственно, на настоящий момент в республике, в городе Якутске, я прошу прощения, развернутся 1629 коек. И, соответственно, по мере открытия дополнительных коек инфекционных стационаров, в том числе под ОРВИ и под грипп, будут, соответственно, сняты те вопросы, которые сегодня возникают, в том числе у граждан города Якутска, по длительной госпитализации. Необходимо обратить внимание, что в Минздраве работает круглосуточная линия. И, соответственно, для того, чтобы снимать вопросы, которые возникают с длительной, а значит, непосредственно госпитализацией, если такие вопросы возникают, и вы не можете дозвониться до своей поликлиники или до скорой помощи, обращайтесь на круглосуточную линию, и, соответственно, эти вопросы будут сниматься. В ближайшее время мы открываем еще два стационара на 180 мест. И поэтому сегодня наша главная задача – всех вместе бороться с коронавирусной инфекцией и соблюдать те нормы и требования, которые предписаны санитарными врачами для того, чтобы постоянно не наращивать коечный фон, ну и для того, чтобы в целом не болеть. Безусловно, сегодня под вниманием властей находится организация учебного процесса, потому что дети у нас начали учиться где-то очно, где-то дистанционно. Сегодня необходимо привыкать учиться и ходить в детский сад в новых условиях. Основная базовая позиция – если возникла ситуация, при которой ребенок или учитель оказался вирусоносителем, то выводится непосредственно класс или группа, в которой, значит, ребенок или учитель был учителем, и не более того, школа не закрывается, а продолжает свой учебный процесс. Сегодня это правило новое, и по этим правилам, то же самое правило касается и детского сада, выводится только одна группа. Эти правила нам сегодня по этим правилам жить, для того, чтобы все вместе, значит, воевать против этого вируса. Момент, на который я бы сегодня хотела обратить внимание. Наши медики получают доплаты по, значит, постановлению правительства Российской Федерации и по соответствующему указу президента Российской Федерации. По этим выплатам никаких задержек у медицинских работников, в том числе мы вчера сверялись, и с профсоюзами нет. У нас есть дополнительные выплаты по постановлению правительства республики Саха-Якутия. Вот по этим выплатам у нас непосредственно оплата идет по фактически выполненным работам. Поэтому, соответственно, после того, как поликлиники и больницы сдают соответствующие объемы и обсерваторы, только после этого происходит оплата. Если эти вопросы также есть у медицинских работников, а я сегодня пользуюсь случаем и благодарю их за ту работу, которую они осуществляют, значит, точно так же предлагаем обращаться в профсоюзы Якутии и медицинских работников для того, чтобы эти вопросы снимать. Здоровье, соблюдайте нормы. Это важно. Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по борьбе с коронавирусом. Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин